Как понять своего ребёнка? Как создать в семье комфортную для него среду? Развить коммуникацию? Об этом родителям особенных детей рассказывают специалисты проекта «Мы растём». Главная задача – помочь тем, кто только недавно столкнулся с диагнозом. Большая польза этого курса именно в том, чтобы направить куда надо, подсказать родителю, какие педагоги необходимы, какие подходы. Подходы используются с доказательной эффективностью. Марина Воробьёва узнала о диагнозе ребёнка, когда ему было 4 года. Говорит, эффективные методики, которые помогут наладить контакт, самой найти не удалось. Другое дело, когда рядом единомышленники и специалисты, готовые помочь. Они используют альтернативную коммуникацию. Также они объясняют важность визуального расписания для таких детей. Потому что у этих деток, помимо того, что нарушена коммуникация, также у них появляются нарушения сенсорной интеграции, пищевого поведения, что очень тяжело. Проект разработала Виктория Кофанова, мама двоих детей с раз. Она прекрасно понимала, что должна включать обучающая программа и как важно родителям со схожей проблемой общаться друг с другом. Мы уже провели первый набор нашей программы обучающей. Это программа «Ранняя пташка». В рамках нашего проекта у нас запланировано много мероприятий. 18 семей минимум пройдут обучение по «Ранней пташке». Наша первая осенняя группа уже завершила свое обучение. Сейчас мы как раз-то находимся на экваторе нашей зимней группы. И у нас ещё будет набор в нашу весеннюю группу. Поэтому если кто-то сейчас нас увидит и ему нужна помощь, обращайтесь, мы всегда поможем. Учимся учить – ещё один проект, который помогает взрослым лучше понимать особенных детей. Благодаря ему молодые педагоги проходят курсы повышения квалификации. 50 человек ценные знания уже получили. 10 из них, кстати, преподают в Курской школе для ребят с ОВЗ ступени. У нас достаточно много методов, которые мы используем. В основном это метод прикладного анализа поведения. И он очень важен в нашей работе. И данный курс, который мы прошли, очень много дал знаний, которые мы сейчас применяем в работе с этими детьми. И из-за этого работа идёт гораздо эффективнее и полезнее для них самих. Каждый педагог прошёл обучение, у него будет сертификат и эффективно доказанные методы работы. Также в нашем гранте мы оказываем консультативную помощь. То есть мы проведём 60 консультаций этим молодым специалистам, потому что знания – это одно. А что делать на практике с этими знаниями – это совершенно другое. Подробнее узнать о проектах можно на странице некоммерческой организации «Расширяя мир» ВКонтакте. Екатерина Комарецких, Владислав Соболев, События дня.